Снежный удар. В ближайшие часы Алтайский край накроет метель. Просчитались. Министерство образования края объяснило, почему сельским педагогам зонального района урезали стимулирующие выплаты. От имени революции до наших дней молодежный театр принимает поздравления с юбилеем. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Алтайский край накрывает метель. Сегодня на территории региона ожидаются обильные осадки. Несмотря на довольно комфортную для этого времени температуру в крае ожидают непогоду. Циклон предупреждают синоптики, принесет осадки и сильный ветер. Местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах края возможно образование наледи. Спасатели просят водителей быть предельно осторожными за рулем и по возможности не выезжать на региональные и федеральные трассы. Стимулирующие выплаты сотрудникам зональной средней школы и ее филиалов урезали из-за финансовых просчетов директора учреждения. Так прокомментировали недоплату педагогам в Министерстве образования края. Напомним, стимулирующие выплаты почти в половину сократили с октября этого года. У педагогов зонального района это вызвало большое недовольство. По мнению профильных чиновников от образования края, средства зарплатного фонда были перерасходованы по вине администрации школы. В итоге, чтобы остаться в пределах бюджета, к концу года пришлось сократить выплаты. При этом общий объем средств, запланированных на 2018 год, заверили в Минобри, до педагогов доведут в полном объеме. На самом деле должно быть организовано финансовое планирование, должно быть помесячно распределен весь фонд заработной платы. И когда в первый месяц руководитель образовательной организации выплачивает заработную плату, он уже должен видеть, как будет развиваться динамика расходования фонда в последующие месяцы до конца года. И в этот отведенный фонд заработной платы войти. Сейчас комитет по финансам администрации района проводит проверку, которая должна установить все детали данного инцидента. Возможно, вскоре люди смогут передавать беспроводное электричество на большее расстояние. По крайней мере, такой целью сдался алтайский школьник. Свой проект он, как и сотня других молодых исследователей со всей Сибири, защищает на форуме ученых. Он стартовал в техническом вузе края. Какие перспективы открывают интеллектуальные соревнования для юных победителей, знает Илья Кочетков. Денис Однораленко из Романовского района бесстрашно играет с электрическими разрядами. Он сделал эти приборы, известные как катушка Тесла, своими руками и знает, они безопасны. Более того, когда-нибудь с помощью этих разработок десятиклассник планирует передавать на расстояние электрическую энергию. Думаю, вы со мной согласитесь, если вы зайдете в дом и вам не придется искать зарядку для телефона, розетку, куда эту зарядку вставлять. А вы свободно заходите, телефон заряжается. Точно такая же процедура происходит и в автомобиле. Вы сели в автомобиль, у вас телефон начал самопроизвольно заряжаться. А вот проект скорее не технический, а социальный. Группа молодых людей не только занимается ювелирным делом, но и разработала целую программу знакомства школьников с этим красивым ремеслом. Юные исследователи уверяют, аналогов такой программе нет во всей Сибири. Это мастер-классы плавления серебра, чеканки, рассказываем про металлы, про свойства. Мы ездим в детские дома, также к детям с ограниченными возможностями. И это делаем мы абсолютно безвозмежно. Тем самым мы улучшаем их моторику, внимание. На федеральном уровне проект «Шаг в будущее», в ходе которого поддерживают молодых ученых-школьников, существует уже 23 года. На Алтае он пока в новинку. Эти соревнования собрали более 100 школьников со всей Сибири. Иркутска, Новосибирска, Томска, Красноярска. Барнаул в качестве площадки для проведения, говорят организаторы, выбрали, потому что наш технический вуз славится в том числе своей работой со школьниками. Для самих же ребят участие в программе не только почетно, но и открывает неплохие перспективы. Программа «Шаг в будущее» имеет право, и уже в 1997 году этим правом пользуется, направлять на церемонию Нобелевских премий представителя Российской Федерации лучшего молодого исследователя. Он не только участвует в Нобелевских торжествах, в числе 25 блестящих студентов со всего мира, но и выступает с докладом перед Нобелевскими лауреатами. В течение трех ближайших дней ребята смогут поучаствовать в научных семинарах и мастер-классах. Компетентное жюри выберет лучшие исследовательские работы. Победители рекомендуют на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в Москве весной следующего года. Я Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Поздравление с 60-летним юбилеем сегодня принимает молодежный театр Алтая. Именно в этот день, в 1958 году, артисты трупа сыграли на сцене первый свой спектакль именем «Революция». Долгое время здание театра скорее напоминало афишу из рекламных счетов. Лишь семь лет назад МТА обрел вторую жизнь после реконструкции. На обновленной сцене артисты сыграли бумбаража. Сейчас молодежный носит имя известного земляка Валерия Золотухина. Там же раз в два года проходит фестиваль в его честь. В день юбилея запланирована обширная праздничная программа. Так будут вручены награды сотрудникам. Откроют около десятка площадок различной тематики, где гости смогут примерить головные уборы героев любимых спектаклей. Кстати, громкая премьера спектакля по роману Татьяны Толстой «Кысь» пройдет сегодня. Билеты на нее были раскуплены едва ли не за полгода. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, местами снег, минус 6 в камне на Аби и Славгороде. В Барнауле до минус 2 возможен снег и юго-западный умеренный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.